друзья всем привет меня зовут наталья носова мы с вами на детском канале и продолжаем рубрику вопрос-ответ сегодня я отвечу на вопрос нашего зрителя шибко умная однако ногти были зубы были рога уже есть копыта не помню были копыта а еще чешуя тоже интересная штука абсолютно с вами согласно чешуя необычайно интересная штука чешуя есть у разных животных есть даже млекопитающие покрытые крупными чешуями панголин но сегодня мы поговорим лишь о чешуе рыб оказывается даже такая простая вещь как чешуя у рыб бывает разнообразной и начнем мы с плакоидной чешуи поскольку считается что это самый древний вид чешуи который возник у рыб и это чешуя еще интересно тем что именно из плакоидных чешуй в результате эволюции у позвоночных животных появились зубы в том числе у нас с вами и кстати если вам интересен вопрос как так случилось процессе эволюции посмотрите вот это видео ярослава попова который называется откуда появились зубы там он как раз рассказывает об эволюции появления зубов и так плакоидная чешуя у каких рыб современных мы можем ее встретить она встречается у хрящевых рыб которым относятся акулы скаты и химеры что она собой представляет это ромбовидные пластинки которые сверху увенчанную таким достаточно острым зубцом плакоидные чешуи бывают разной формы причем даже у одного вида животных плакоидные чешуи в разных местах могут иметь различные формы иногда эти плакоидные чешуи могут объединяться довольно крупные бляшки форма чешуи зависит от вида то есть это такой вот интересный видоспецифичный признак чешуи могут как плотно друг другу прилегать покрывая все тело и даже немножко как черепица находить одна на другую также они могут находиться на довольно большом расстоянии друг от друга и тогда большая часть тела рыбы будет чешуями не защищена интересен еще тот факт что плакоидные чешуи по своему строению очень похожи на наши зубы сверху они покрыты твердым эмали подобным веществом который называется витродентин под ним находится дентин а внутри этой чешуи губчатое вещество пульпа которая снабжена многочисленным кровеносными сосудами то есть действительно если вы с вами вспомним строение наших зубов мы поймем что сходство очень велико плакоидные чешуи зубы устроены по одному принципу в чем функции плакоидных чешуй да конечно одна из важных функций это защита тела рыбы но есть еще одна не менее важная функция поскольку например плакоидные чешуи есть у таких быстроплавающих животных как акулы то считается что они помогают этим рыбам развивать достаточно значительную скорость вокруг каждого вот этого зубчика на плакоидные чешуи в то время когда рыба плывет образуется микро завихрение воды которые снижают трение воды от тела рыбы таким образом позволяет быстрее плыть и меньше при этом затрачивать энергии то есть вот еще одна такая важная функция у этой чешуи есть еще один тип чешуи это гоноидная чешуя она встречается из современных рыб у многоперов и у панцирных щук также иногда она встречается например на хвосте осетровых что она собой представляет гоноидные чешуи они тоже ромбической формы они снаружи покрыты твердым блестящим слоем дентина особого вида он называется гоноин собственно говоря поэтому чешуи называются гоноидные и гоноидная чешуя образовалась из сросшихся плакоидных чешуй чешуя соединяется между собой поскольку на верхнем крае чешуи каждый находится шип который соединяется с выемкой на нижней чешуи поэтому образуется очень такой плотный панцирь который великолепно защищает тело рыбы от самых возможных повреждений и это важно например для рыб таких как панцирные щуки рядом с которыми обитают пираньи многие из которых плотоядные и их острые зубы могут представлять серьезную угрозу вот поэтому вот гоноидные чешуи они великолепно защищают является такой самый настоящий броней космоидная чешуя у современных рыб мы ее не увидим это особый вид чешуи которые было у древних кистеперых и двояко дышащих рыб но пожалуй всех типов чешуи которые в принципе существовали существуют у рыб это самая мощная чешуя она довольно крупная и при этом довольно толстая сверху она покрыта тоже таким блестящим слоем особого вида дентина он называется космин дальше под космином лежит слой губчатой костной ткани под ним уже лежит слой пластинчатой костной ткани и вот эта чешуя она еще отличается тем что она пронизана множеством пор назначение этих пор не очень понятно это прям целая такая система пор может быть в этих порах находились некие органы чувств древних рыб но точно об этом сказать нельзя вот чешуя действительно довольно плотная довольно толстая крупная но увы у современных животных она не встречается у современных рыб чаще всего мы встречаем костную чешую она бывает двух типов это самый простой тип чешуи циклоидная чешуя она просто представляет собой костные пластинки разного размера округлые формы и более сложный тип чешуи это так называемая ктиноидная чешуя у которой по заднему краю проходит такая бахрома циклоидная чешуя встречается у карповых рыб и кстати говоря наверняка вы покупали когда-нибудь в магазине зеркального карпа вы знаете что у него не все тело покрыта чешуей но те чешуи которые все-таки есть они очень крупного размера вот это как раз пример такой циклоидной чешуи ктиноидная чешуя встречается у различных окуневых рыб но в принципе по своему устройству по своему составу они абсолютно одинаково не содержат дентина содержит только костную ткань что еще интересно циклоидной чешуи мы можем увидеть годовые кольца рыба растет вместе с ней растет чешуя количество рядов чешуи рыбы не прибавляется соответственно по мере того как рыба увеличивается в размере растет ее чешуя рост как правило происходит неравномерно то есть есть периоды более благоприятные когда пищи достаточно и рыба растет активно есть периоды какого-то временного голодания это может быть связано либо с условиями окружающей среды либо например с периодом размножения и тогда рост замедляется и вот как на дереве мы можем увидеть на срезе ствола годовые кольца примерно такие же годовые кольца можно увидеть на циклоидных чешуях рыб и по ним можно выяснить возраст рыбы что тоже согласитесь очень достаточно интересная такая информация чешуи у рыб могут быть разного размера это зависит и от вида рыбы а также от ее возраста как мы только что выяснили и вот у меня есть такая чешуйка арапаймы как вы видите она достаточно крупная что неудивительно рыба сама тоже немаленького размера она может достигать четырех с половиной метров вот и на этой чешуи если присмотреться ну во первых она такая необычная у нее та часть которая выглядывает из-под соседних чешуй она более прочная и окрашена а та часть которая находится в коже или под соседними чешуями она не имеет никакой окраски чешуя довольно прочная и она действительно такая вот защищает тоже прекрасно тело арапаймы как броня и если присмотреться то на этой чешуйки тоже можно увидеть годовые кольца вот так что чешуя она может рассказать том числе интересную информацию о возрасте той или иной рыбы друзья мы с вами находимся в хранилище нас любезно пустил к себе дмитрий милосердов в этом хранилище есть чучело рыб и рептилий и сейчас мы с вами посмотрим поближе как устроены чешуи о разных животных спасибо дима большое да спасибо но начнем мы наверное с игуаны поскольку она тут так удачно стоит мы с вами говорили о чешуи рыб ну как вы понимаете чешуй читами могут быть и некоторые другие животные ну например ящерица посмотрите здесь как раз очень хорошо видно чешую у этого животного но она устроена совсем не так как чешуя рыб и если строение чешуи рыб может быть либо сходно с зубами да то есть содержать дентин либо например она может из костного вещества быть как у большинства современных рыб у костных рыб то у рептилии это чешуя имеет совершенно другое происхождение она образуется из кератина то есть это кожное образование например такой же как например наши волосы помимо игуаны здесь можно увидеть и других не менее интересных животных не менее интересные экспонаты ну если говорить о рыбе все-таки чешуи обратите внимание на вот этих вот прекрасных пираний их чешуя очень мелкая и вот кстати мы не обсуждали для чего собственно говоря рыбом чешуя конечно очень важно важная функция это защита вот но кроме того чешуя нередко имеет окраску определенную кро а кроме того она еще может быть с таким зеркальным блеском и соответственно тогда такая чешуя безусловно еще помогает животному маскироваться вот то есть она может быть либо окрашена каким-то образом по цвет окружающей среды что делать и незаметным либо вот такие вот зеркальные блестящие чешуи они создают ощущение таких солнечных бликов на воде это же соответственно животное воде маскирует но а сейчас мы с вами посмотрим на зубы акулы которые являются производными плакойных чешуи устроена абсолютно также вы знаете что у акул зубы имеет несколько рядов то они постепенно сменяется и если даже какой-то зуб сломался это не страшно потому что впоследствии вырастет еще то есть постепенно они отрастают соответственно и в принципе вот эти зубы это вот настоящий плакойные чешуи они устроены абсолютно также наши зубы тоже являются так сказать потомками плакойных чешуй но они уже устроены несколько иначе а здесь вот прям можно довольно четко увидеть как эти чешуи устроены и представить себе как устроена другая чешуя на теле этих животных вы помните да разные типы чешуя которых мы сегодня говорили и вот перед нами панцирная щука очень необычная рыба посмотрите какая красавица ну и собственно говоря вот это пример как раз гоноидных чешуй они как правило имеют такую ромбическую форму замечательно соединяются по принципу шиппаз и поэтому эта чешуя она образует такой невероятно прочный панцирь не случайно этих щук называют панцирными потому что действительно вот такая вот чешуя является прекрасной защитой ну вот как я уже говорила среди современных рыб мы можем встретить гоноидную чешую у панцирных щук и но еще у многоперов так персонаж это тоже такое интересное древнее достаточно животное многопер у него тоже гоноидная чешуя вот обратите внимание на нее она тоже расположена такими диагональными рядами очень плотно чешуя прилегает друг другу и представляют собой тоже замечательный достаточно жесткий панцирь который защищает тело рыбы от возможных всяких повреждений вот гоноидная чешуя это в общем вещь такая прям буквально буквально броня эта рыба называется калуга это самая крупная зазитровых рыб но вот экземпляр небольшой тот который находится у нас в музее в коллекции но надо сказать что вообще они бывают по моему там бывали раньше по крайней мере больше тысячи килограмм вот отдельные особи но уже сейчас конечно калуга это редкость а вот этот экспонат он на дореволюционный правильным да и вот помните мы с вами тоже говорили что вовсе не обязательно чтобы все тело рыбы покрыто было чешуей чешуи чешуи во-первых могут сливаться образуя такие бляшки достаточно крупные вот очень хорошо видно на этой рыбе они здесь бляшки эти расположены рядами и у них даже есть такое название забавное называется они жучки в общем они присущи всем осетровым насколько я понимаю у всех осетровых подобные чешуи можно увидеть и так мы с вами видим перед собой очень красивую рыбу довольно крупную пресноводную рыбу она может достигать длину четырех метров это рыба называется аропайма живет она в амазонке я вам показывал уже ее чешую и чешуя у нее совершенно фантастическая она тоже достаточно плотно прилегает к телу и прекрасно защищает эту рыбу например от пираний с их острыми зубами и ученые даже пытались выяснить какая особенность чешуя аропайма позволяет ей быть такой прочной и выяснили что если наружные слои это чешуя они твердые содержит много минерального вещества то есть они сильно минерализованы а внутренний слой чешуи состоит из коллагена который придает чешуе эластичность то есть она одновременно и твердая и эластичная она не мешает с одной стороны рыбы рыбе двигаться свободно с другой стороны она прекрасно защищает ее от внешних каких-то воздействий ну и кстати еще один интересный факт аропайма может дышать воздухом не при помощи жабр соответственно кислородом растворенном в воде атмосферным воздухом потому что у нее есть к этому специальная очень интересная адаптация у нее в плавательном пузыре есть ткань которая очень похожа на легочную ткань и соответственно она периодически выныривает для того чтобы подышать кислородом воздуха и при этом она издает достаточно такой громкий звук который слышно издалека вот вот такая вот необычная южноамериканская рыбина с прекрасной чешуей на этом пожалуй я закончу пишите нам свои новые вопросы в комментариях обязательно приходить к нам музей у нас как всегда много всего интересного мы будем очень рады вас видеть и не забывайте подписываться на наш канал если вы до сих пор еще этого не сделали всем хорошего дня пока